Добрый вечер! Этот урок уже Таомей Митсва, то есть объяснению смысла и назначения заповедей. Всегда, когда мы изучаем заповеди, то есть два аспекта. Прежде всего, что это за заповеди? Конкретные законы. Что эта заповедь обязывает? Что она запрещает? Что она повелевает? Какие детали есть? Совершенно иной вопрос. Это вопрос о смысле заповеди, о ее назначении. Сразу нужно оговориться. Вопрос этот, безусловно, нас интересует, поскольку исполнять заповеди, совершенно не задавая себе вопросом, зачем, для чего, для какой цели, это не самое лучшее. Человеку куда удобнее и куда приятнее исполнять те инструкции, те указы, смысл которых, как ему кажется, он хоть немного понимает. Но проблема, которая стоит перед каждым человеком, который задается вопросами о смысле той или иной заповеди, она в том, что Тора сама смысла заповеди не раскрывает. То есть ответа на вопрос, для какой цели, или даже, может быть, почему Всевышний дал в Торе ту или иную заповедь, нет. Нужно быть большим мудрецом, чтобы понять, почему это так. Ведь если бы смысл и назначение заповеди были объяснены в Торе, то наверняка нашлись бы умники, которые бы сказали, ну, если это смысл, то если цель заповеди такая-то, то я могу достигнуть этой цели, не исполняя требования этой заповеди, мы пойдем другим путем и достигнем той же самой цели, не утруждая себя всеми этими деталями заповедей. Поэтому Тора не раскрывает смысл заповеди. Как говорит Алмуд, есть исключение, есть заповеди, касающиеся царя, в которых Тора объясняет смысл запрета. Царю запрещено иметь много жен для того, чтобы они не совратили его сердце. Царю запрещено иметь много денег, ему не следует быть богатым для того, чтобы не возрастилось его сердце. Царю не следует иметь много лошадей и так далее. И Талмуд говорит, что мудрейший из людей царь Шломо, он нарушил все эти три запрета, поскольку был уверен, что ему вот эти вот опасения, которые Тора высказывает в качестве аргументов для заповеди, что его эти опасения не касаются, он не дойдет до всех тех опасений, о которых Тора здесь говорит. И в результате того он себе позволил и иметь много жен, и иметь много золота и серебра, и иметь колоссальное количество лошадей и так далее. Итак, в Торе объяснение смысла заповедей нет. Ну, у человека, конечно, есть разум, разум, при помощи которого человек исследует все, что он видит вокруг себя. Если он исследует и материальный мир вокруг себя, то и духовный мир – это тоже поле для другого, конечно, исследования, но тоже для исследования. Почему бы человеку самому не поразмыслить? Действительно, но только нужно здесь поставить границы. А именно, когда мы самостоятельно пытаемся дать объяснение заповедям, то мы ни в коем случае не задаем себе вопрос, а могу ли я понять, почему Всевышний дал ту или другую заповедь. Ответ на это – никогда не смогу. Это не дано. Но, понимая те возможности, те ограничения человеческого разума, о которых мы знаем, не дано понять, для чего, по какой причине Всевышний дал ту или иную заповедь. Поэтому мы не задаем такой вопрос. Мы задаем другой вопрос. Заповедь эта дана, я не знаю почему. Но, коли она дана, то как она воздействует, как она влияет на мою жизнь, на жизнь человека, на жизнь еврея, на жизнь всего общества. Вот какой вопрос мы сейчас задаем по поводу заповеди Седьмого года. Прежде всего, прочитаем ее в Торе, как она высказана. Когда вы придете в страну, которую я вам даю, земля должна покоиться субботой Богу. То есть это, прежде всего, заповедь, которая соблюдается только в стране Израиля, называется этот год, Седьмой год, субботним годом, и это Суббота Богу. То есть посвящена она Богу. Шесть лет засевай свое поле, шесть лет обрезай свой виноградник, собирай с ней урожай, а в Седьмой год, Суббота покоя пусть будет для земли, Суббота Богу. Не засевай свое поле, не обрезай свой виноградник. То, что вырастет само, на Твоей жатве не сжинай, и виноград, сохраняемых Твоих лоз, не снимай. Год покоя пусть будет в земле, и будет Суббота земли вам для пропитания, Тебе и Твоим рабу, и рабыне, и наемному работнику, и поселенцу, которые живут с Тобой, и Твоему скоту, и зверю, который на Твоей земле, весь ее урожай будет для еды. Итак, есть запрет земледельческих работ. Раз. Запрет вести себя как хозяин по отношению к плодам земли, те, которые вырастают сами. Плоды деревьев, самосевки. Во всем этом должен быть, все это должно быть объявлено бесхозным имуществом, и нельзя присваивать его себе, можно его пользоваться наравне со всеми остальными людьми, как другой человек может зайти в сад, нарвать себе яблок на обед. Точно так же и хозяин может это сделать, но не вести себя как хозяин. Итак, смысл. Объяснений высказано много. Почти все не приемлют объяснения, которые дает Рамам Мурай-Невухим. Рам Мурай-Невухим говорит, что тоже здесь заботится о плодородии земли Израиля, для того, чтобы не было хищнического использования земли, при котором она теряет силу своего плодородия. Поэтому Тора определила, раз в семь лет пусть земля остается под паром. Смысл этот, как я сказал, не принимается почти всеми, все отрицают с двух сторон. Во-первых, если уж действительно забота здесь о плодородии Ира Сесраиля, эту ненужную, то, в общем-то, известно из опыта людей, которые занимаются земледелием, что не так, не таким образом сохраняют водородие земли. Шесть лет ее полностью используя на всю катушку, так что действительно сила земли истощается, а только потом седьмой год оставить ее под паром. Нет, дело обычно, цикл это трехлетний. Два года сеют, третий год под паром. Как обычно используют три поля, и два из них всегда засеяно, третья под паром. Либо делают, здесь меняют культуры, то есть после зерновых высеивают бобовые, которые обогащают пищу и так далее, и так далее. Это первое. Второе, если Тора называет этот субботний год суббота Богу, то как-то трудно к таким словам приписать цель, в чем здесь суббота Богу, в том, чтобы хранить плодородие земли. Ну а что же тогда, да? Что же можно сказать? Ряд комментаторов сразу идут по довольно простому пути, и заметив, что цикл, который рисует здесь Тора, шесть лет. Шесть лет, как сказано здесь, засевает вае поле, и шесть лет обрезает вае виноградник. А в седьмой год суббота покоя, шесть плюс один, когда шесть дней работы, шесть дней будничной, и один, шесть единиц работы, шесть лет работы, и один год, небудничный год, святой возвышенный, в который нет работы. Подобным образом мы видим, точно так же построена и неделя, шесть дней работа, седьмой день суббота. Стало быть, очевидно, цель этой заповеди та же, что и цель заповеди субботы. Ну а какова цель заповеди субботы? Прежде всего, это необходимость внедрить в сознание человека мысль о том, что мир сотворен. Сознание Творца мира. Где проявлилось? Если бы, нам понятно, что если бы творение не было бы актом целенаправленным и творческим, а возникновение Вселенной было бы результатом случайных процессов, то такого рода случайные процессы, они идут никогда не останавливаясь. Если была работа по сотворению шесть дней, шесть дней Вселенная при ее создании преобразовывалась, и затем наступил конец работы, она больше не преобразуется, она осталась, она замерла такой, как она была, то налицо явно сознательный и целенаправленный акт творения, когда с самого начала была намечена цель, вот к этой цели нужно прийти, таким желательно видеть это творение, и как только оно достигает этой самой точки, работа прекращается, все, больше не трогай. Это внедряет мысль о сотворении мира. Почему нужна такая, почему нужно может быть зададим начал другой вопрос, а зачем это внедрение одной из двух, ведь либо человек верит в Бога, либо он в Бога не верит. Если он в Бога верит, то зачем ему нужны такие упражнения для внедрения той мысли, которую он приемлет, с которой он согласен, он знает, он верит в Бога, он верит в творение. Зачем ему нужны подобного рода упражнения каждый седьмой день или каждый седьмой год? А если человек не верит, тогда ему эти упражнения тоже не помогут. Если человек в Бога не верит, от того, что он будет, даже если он будет добросовестно каждый седьмой день останавливать работу, и работать не будет, а каждый седьмой год он положит плуг и пойдет заниматься какими-нибудь городскими ремеслами, то в области веры в Бога это ему не поможет. В чем здесь идея? Действительно, подобного рода упражнения они не для тех, кто не верит. К ним подход совершенно иной. А направлены эти упражнения именно к людям, которые согласны, которые верят в Бога. И если их спросить, откуда взялся мир, который вокруг нас, они скажут как-то откуда. Естественно, мир создан, создан Богом. Есть творец мира. Но дело в том, что этого знания недостаточно, потому что знание само по себе, есть много вещей, которые человек знает, но эти знания не руководят его конкретной ежедневной реальной жизнью. Знание само по себе, а человек сам по себе. Человек знает одно, а живет, как будто бы он этого не знает. Есть, то есть, есть другого рода знания, которые переворачивают жизнь человека. Ну, возьмем такой пример, правда, он немножко тривиальный, но все-таки воспользуемся им. Каждый человек теоретически знает, что в один прекрасный день он умрет. И его не будет больше. Живет ли человек так, как будто бы в один прекрасный день он умрет? Нет, большинство людей живут так, как будто у них впереди вечность. Все самые важные дела они всегда оставляют, но потом, потом. Сейчас человек занимается другими делами, куда менее важными. Так что потом, уже оказавшись за минуту до смерти, человек говорит себе, что же я не успел? Всего самого важного я-то и не успел. Жизнь прошла. А для чего? Но вот если человек пошел к врачу, жалуясь на боли, и врач, сделав анализы и обследовав его, дал ему диагноз, совершенно не сомневаясь, что у него есть опухоль, ему максимум полгода жизни. Мы увидим, как жизнь такого человека изменится моментально. Все то, зачем он бегал раньше, он в глазах его обесценится. Другие вещи, которыми он пренебрегал, окажутся ему более важными. Что изменилось? Он узнал, что он умрет, а он и раньше знал, что он умрет. Разные знания бывают. Есть знания, которые только в голове, а есть знания, которые внедряются уже в сердце человека, охватывают все его существование. Так вот, то же самое можно сказать по поводу веры в Бога. Миллионы, сотни миллионов людей, а может быть даже и больше, если их спросить, верят ли они в Бога, скажут «Да, конечно, мы в Бога верим». Да, мы верим в сотворение, в создание. Но это знание холодное, которое вне человека, оно не руководит их ежедневной жизнью. Они живут, они верят в Бога, а живут так, как будто бы его нет. Поэтому для того, чтобы это знание внедрилось в душу человека, для того, чтобы оно захватило его, всю его личность, для этого и существуют вот эти вот постоянные упражнения, которые внедряют сознание из, которые внедряют понимание творения из разума человека, его сердца и во все уголки его личности. «Поэтому шесть дней работаем, в седьмой бросаем работу, останавливаем работу, потому что Бог сотворил мыло шесть дней и на седьмой остановился. Поэтому шесть лет засеваем поле, а в седьмой год бросаем плуг и останавливаемся. Почему? По той же самой причине. Это свидетельство о сотворении мира». Без вот такого вот постоянного, без постоянного такого упражнения вера в Бога останется теоретической, холодной и не больше того. так можно объяснить, и мы находим подобного рода мысли в достаточном количестве книг. И здесь есть возражения. Что касается заповеди субботы, этого возражения нет, там очевидно. Там связь и желание постоянно напоминать нам о сотворении мира, она очевидна. Но по поводу седьмого года некоторые авторы высказывают сомнения. Не кажется ли это немножко повторением? Если заповеди субботы, в которые человек каждые шесть дней останавливает свою работу для того, чтобы засвидетельствовать о творении мира, если этой заповеди не хватает для того, чтобы внедрить сознание о творце и сотворении мира в нашу жизнь, то разве этому могут помочь еще упражнения, которые случаются раз в семь лет? Если заповедь субботы ее хватает вполне, то тогда субботний год в этом плане он лишний, тогда очевидно его цели совсем другие. А если не хватает субботы, если несмотря на то, что человек постоянно делает вот эти упражнения по внедрению мысли о творении каждый седьмой день, и этого не хватает, и он продолжает жизнь, как все остальные люди, которые верят в Бога и живут так, как будто бы его нет, то тогда чем поможет ему еще седьмой год? Если еженедельного упражнения не хватает, то упражнения раз в семь лет ничего не добавим больше. поэтому многие комментаторы идут другими путями, прибавляют новые объяснения. Дон Исхака Барбанель, например, писал, что заповедь – это направленный человеку не только для того, чтобы ему сказать о Творце мира, а для того, чтобы ему рассказать о нем самому. Что человек должен знать о себе самому? ну, то, что годы его не бесконечны. Он живет, трудится, добывает хлеб насущный, заботится о своей семье, заботится о своих детях, нужно их женить, нужно их обеспечить, а время идет, и песочные часы жизни не останавливаются. Поэтому человек должен, задумываясь о семилетнем цикле земледельских работ, должен обратить внимание на то, что его жизнь, если мы только возьмем 10 лет за один, напоминает этот цикл. В общем и целом, такова простая биологическая правда. Жизнь человека – это в ее созидательном виде, в ее созидательной форме семь десятилетий. Поэтому человек должен себе отрубить на носу. Шесть первых десятилетий тебе дано, можешь использовать их на то, чтобы трудиться в поте лица своего, обеспечивать материальную базу своей жизни, своей и своей семьи. Но седьмое десятилетие, неужели же и седьмое десятилетие ты будешь продолжать делать то же самое, вспомни, что жизнь коротка, что она заканчивается, и нужно подготовить себе духовный багаж для другой жизни. Поэтому в седьмое тысячелетие пришло время бросить плуг, бросить все заботы о хлебе насущном и заняться самим собой, сделать то, что не успел сделать все время, сделать то, что откладывал все время, на протяжении всей жизни. Изучить то, что не успел изучить до сих пор, изменить в себе то, что не успел изменить. Это то, что Тора хочет, чтобы мы обратили внимание, и вот этот вот цикл 6 плюс 1 перенесли бы не на сотворение мира, а на свою собственную жизнь, на самих себе. Так писала Барбанель. Другие обращают наше внимание на то, что заповедь седьмого года помогает нам не только внедрить мысль о сотворении мира, который мы уже сказали, что, в общем-то, есть заповедь субботы, которая целиком и полностью посвящена этому. И что уже может прибавить заповедь седьмого года? Может. Не в области сознания о сотворении. Дело в том, что Всевышний – это не только сотворил мир, он еще и управляет этим миром. И все, что происходит, происходит только по его воле. И урожай, который мы выращиваем на земле, да и земля, которую мы имеем, – это подарок от него. Прежде всего, необходимо, чтобы мы усвоили себе, что земля, на которой мы живем, – это не наша собственность. В отличие от национал-патриотов, которые всегда стараются говорить про то, что вот это наше место под солнцем, наш кусок земли, это наши, естественно, мы ни пяди от этого никому не дадим, может быть, от других сможем чего-нибудь отрезать, но своего вершка не отдадим, и так далее, и так далее. Тора здесь хочет, чтобы мы поняли, что на самом деле это не наше. Ведь так именно построена эта заповедь. Человек нормальный, который заботится о себе, который живет в своей стране, на своей земле, на своем клочке земли, он работает на земле каждый год. Да, у него есть система трехполия, два года сеет, потом под паром, в это время он засевает другое поле, но это все его поле, это все его земля. И вдруг человек здесь бросает плуг. Почему? Да потому что хозяин пришел, и хозяин, настоящий хозяин, не ты настоящий хозяин, а он настоящий хозяин. Он тебе говорит, бросай плуг, и ты его бросишь. Более того, то, что само растет, что с этим делать? Нет. Ты должен объявить его бесхозным. Оно тебе не принадлежит. Ты на этой земле не больше, чем арендатор. Земля эта принадлежит Всевышнему. Это его территория. И это объясняет то, что заповедь седьмого года соблюдается именно в стране Израиля. Ибо это страна Израиля. Весь мир он творение Всевышнего, конечно. Но есть одна страна особая, которую он объявил своей резиденцией. Это его резиденция. Мы здесь живем, да, потому что нас сюда пустил. А мы здесь, его гости или в экономическом плане, как арендаторы, получили от него землю, работаем на ней, пашем ее, засеваем ее, снимаем урожай. Мы должны ни на секунду не забывать, кто на самом деле настоящий хозяин этой земли. И это объяснит нам ту санкцию, которую Тора предусмотрела за нарушение субботных лет, за нарушение заповеди Шмидты. Написано в конце главы, что если еврейский народ, живя в своей стране, не будет соблюдать заповедь седьмого года, то закончится все это очень плачевно, закончится это изгнанием. Никаким другим наказанием, ни уничтожением, ни атомной войны, ни уничтожением. Нас просто выгонят из этой земли, и придется находить себе место под солнцем где-нибудь в другом месте. На берегах Тигра, Ефрата, Гудзона, Невы и еще каких-нибудь рек. Но не здесь. В этом-то смысл. Либо вы живете в этой стране, помня, кто ее настоящий хозяин, либо если вы возомните себе, что вы настоящий, что вы действительно хозяева этой земли, то вас быстро, нам быстро объяснят, кто здесь настоящий хозяин. Выгонят отсюда, и все. Вот что хочет Тора здесь этим упражнением. чтобы всегда и везде, в любой ситуации, еврей понял и помнил, кто настоящий хозяин этой земли. Он ее нам дал, и не только что он дал нам эту землю, но и урожай ее зависит от его воли. Ведь, когда человек чувствует себя хозяином земли и в плане ее плодородия, он тоже понимает, что это зависит прежде всего от него. Конечно, есть факторы погодные, есть солнце, нужно, чтобы было достаточно тепла, нужно, чтобы было достаточно дождя, что очень важно. Но в конечном итоге, если будет и солнце, и дождь, я работать не буду, что же тогда будет, само-то по себе не вырастет, значит, все от меня зависит. И человек проникается этим ощущением того, что вот своими двумя руками он зарабатывает себе на кусок хлеба. И снова это осознание неверное. Человек своими руками делает работу, но принесет ли она ему урожай, принесет ли она ему пропитание, принесет ли она ему благосостояние, это зависит только от настоящего хозяина. Человек только создает условия для того, чтобы была браха, для того, чтобы было благословение на труд его рук. Но если благословения нет, то ничего не поможет. И для того, чтобы внедрить это, для того, чтобы человек Человек не погрязал в работе, не для того, чтобы он чувствовал, что самое главное в его жизни – это работа, это постоянная дума о том, как нужно работать на поле, как нужно добывать себе кусок хлеба, для этого Тора и дала нам эту самую заповедь. Ну, я еще раз оговариваюсь, я сказал, что нехорошо, для этого Тора дала, я не знаю, для чего Тора дала эта заповедь. Но влияние этой заповеди, оно очевидно в том, что человек проникается пониманием того, что и его урожай, и его благополучие на этой земле – это не плод, прежде всего, его труда, его труд создают только необходимые, но недостаточные условия. А для того, чтобы был кусок хлеба, для этого должна быть браха свыше от того, кто настоящий хозяин этой земли. И, наконец, говорят комментаторы, что, безусловно, здесь есть и очень серьезное упражнение в бетахон – уповании на Бога. Что есть бетахон? Что такое упование на Бога? Если вера в Бога – это теоретическая основа жизни Патуры, то ее практическое применение этой веры – это бетахон уповании. Упование означает следующее. Как писал Хазумыш, люди почему-то думают, что упование на Бога – это означает, что в любой изомнительной ситуации, когда может быть исход плохой или хороший, нужно всегда говорить, что все будет хорошо, без отражения все будет хорошо. Это не бетахон, о котором говорит Тоба, объясняет Хазумыш. Иногда может быть хорошо, иногда может быть плохо. Всевышний может решить, что должно быть плохо. Бетахон – это понимание, что все зависит исключительно от решения Всевышнего. Все зависит исключительно от Его воли. Как плохой исход, так и хороший исход. И то, и другое зависит только от Него. Я могу только создавать условия для того, чтобы была браха или не было брахи. Но я не могу влиять на то, будет браха или нет. Я не могу влиять на то, будет благосостояние или нет. Это только воля Всевышнего. Для того, чтобы, снова, большинство людей, если спросить их, как они себе представляют, как управляется жизнь человека, человечества, они согласятся со всем тем, что я сказал. Да, действительно, все зависит только от Всевышнего. Конечно, Он полный хозяин. Но в реальной жизни живем не так. В реальной жизни живем по русской пословице «На Бога надейся, а сам не плашай». Это две разные вещи. «На Бога надейся» – это для разума, это для того, чтобы говорить об этом. И каждый раз, каждую фразу начинать, как начинающий болеет шува, обязательно в каждой фразе два раза говорят «С Божьей помощью, без ратажем». А реальная, конкретная жизнь, она по принципу «А сам не плашай». Для того, чтобы реальная жизнь отражала веру в Бога, для того, чтобы построить реальную жизнь на ощущение о том, что все зависит только от Его воли, и для этого Тора и дает нам вот здесь такое упражнение. Шесть лет можешь засебать свое поле, все хорошо. Седьмой год. Не пыхать и не сеять. Стоп. А чем кормиться? Как прожить? Не будем забывать, что заповедь эта была дана в далекой древности еще, когда не так, как сегодня, земледелием занимаются всего лишь от 6 до 3% населения, а все остальные кормятся какими-то другими профессиями. Тогда все было наоборот. Тогда 94% людей занимались земледелием. А так на что же жить? И чем же кормиться? Ну, ответ простой. Бог позаботится точно так же, как Он позаботился о твоем появлении на свет, точно так же, как Он создал мир, то Он дал тебе эту заповедь, Он дал тебе эту заповедь, Он может как-нибудь позаботиться о том, чтобы ты выжил. Ну, а хорошо, чтобы я вижу, что это понятно. Ну, как? А где хлеб будем брать? Если не сеем, если не жнем. И вот прожить целый год, надеясь на то, что, и понимая на то, что, понимая то, что все зависит только от Всевышнего, и не зависит от того, буду я похать или не буду я похать. И если Он захочет, чтобы мы просуществовали в этот год, то мы найдем, чем прокормиться. Ну, а если захочет, чтобы мы ноги протянули, все равно ничего не поможет. Это очень трудное испытание. Помню, много лет тому назад, когда было в Шмиту, в седьмой год, я был в гостях у знакомых моей жены, которые живут в поселении, значительная часть жителей которого занимается сельским хозяйством. Перед Шмитой у них было много споров, соблюдать ли заповедь Шмиты, так как этого требует Тора, или пытаться обойти эту заповедь при помощи, полагаясь на разрешение о продаже земли, которая, в принципе, существует, когда государственный равенат Израиля продает землю Эрес-Исраэль не еврею, и тогда получается, что тот, кто работает на этой земле, он работает уже не на земле еврейской, святость земли тем должна выхолощиваться, и это все равно, как обрабатывать землю где-нибудь в предместях Парижа. У этого разрешения есть масса-масса аллогических проблем, с большим трудом можно сказать, что оно действует, и поэтому люди по-настоящему богобоязненны и не затронуты идеологическими какими-то отклонениями, они стараются не полагаться на это разрешение и соблюдать Шмидту, как она есть, со всеми ее законами. Ну, люди, которые живут в городах, им гордо говорят, что они не полагаются на это разрешение, и они… Ну, это им, честно говоря, не так уж трудно. Но людям, которые живут отцахи, которые живут в земледелием, то это колоссальное испытание. И вот, когда я приехал туда, они мне рассказали, что перед наступлением субботнего года, перед Шмидтой, на общем собрании было решено, делаем усилия, будем соблюдать Шмидту, как она есть. Постарались засеять до наступления Роши Шана, до Роши Шана засеяли хлопок, засеяли озимую пшеницу и решили, что целый год работать на поле не было. Где-то в Хэшване, когда уже пошли уже дожди, и то, что посеяли, взошло, налетела саранча, и все, что посеяли, и взошло к тому времени, сожрало какие-то два дня. То есть весь заработок, весь урожай всего года, и весь заработок ушел за два дня в прожорливое брюхо саранчи. И что теперь делать? Люди пожалели, огорчены были, и очень многие из них, внучки из жителей этого поселения, в следующей неделе вышли на работу и снова распахали поле, и снова его засеяли. Не выдержали испытания, потому что тяжелое испытание. Потому что уровень, бетахон, уровень упования на Бога, который здесь необходим, он очень высок. И случайно говорит Талмуд, что людей, которые соблюдают состояние соблюдать законы Ишмиты и устоять в этом самом испытании, называют богатырями. Вот это настоящий богатырь. Гиббурейкоах. Когда нужна колоссальная совершенно власть над собой, колоссальная сила воли и колоссальное упование на Всевышнего для того, чтобы это испытание выдержать. есть еще одно объяснение. Гиббурейкоах. Вот как оно звучит. Автор его – это «Сефира Хенух». Книга, которая посвящена как раз изучению смысла заповедей, он отдельно останавливается на одном из аспектов законов Шмиты, а именно на обязанности объявить все, что выросло в этот год бесхозно. По той же причине, пишет Хенуха, в этот год мы не имеем права присваивать себе то, что выросло на земле, а должны отказаться от права собственности на урожай. Всевышний повелел нам это, чтобы мы поняли, земля дает урожай не сама по себе. Это все мы уже говорили. Мы это объясняли по отношению к требованию прекращения работ. Хенух пишет, что по той же самой причине. То же самое объяснение у другого закона, а именно к необходимости, к требованию объявить весь урожай, все, что растет само бесхозно. То, что каждый год из земли вырастают плоды, это не проявление особой способности земли. То есть у земли есть такое качество, в результате которого растут плоды. Это не так. А как же так? А весь мир думает, что это именно так оно и есть. Это не совсем так. У земли есть хозяин, человек, который, это поле записано на него. Но над ним есть настоящий хозяин. И именно он велит земле вырасти для нас урожай. Ведь, иными словами, то, что мы называем законами природы, по сути дела, внутренний смысл – это воля Всевышнего, которая заложена здесь, которая проявляется постоянно. Воля Всевышнего на то, чтобы, когда мы посадили зернышко в землю, чтобы оно проросло, из него выросло растение. И у этого растения были плоды. Но это не собственное качество земли. Это только воля Всевышнего, которая реализуется вот в такой постоянной причинно-следственной связи. Значит, он может, если только захочет, потребовать от нас отказа от собственности на него. Чей урожай? Мой? Нет. Урожай того, кто дал этот урожай. Стало быть, если он требует, откажись от него, поделись этим урожаем со всеми остальными, то надо выполнить его требования. Но это еще не все. И вот здесь вот новый смысл. И новая цель у этой заповеди. Новое влияние заповеди на человека. Исполняющий эту заповедь приучается, кроме всего этого, все больше полагаться на Бога, если уж человек в состоянии найти в своем сердце решимость навсегда отдать кому-то урожай от своих полей целый год. И если он сам и вся его семья поступает так всю жизнь, этот человек никогда не поддастся жадности и никогда не потеряет уверенности в Бога. Об уверенности в Боге мы уже говорили. Но здесь Хинул говорит еще одну, еще одну, а именно жадность. Это заповедь, оружие, серьезное оружие против человеческой жадности. Хочешь приучить себя к расточительности, а хочешь отучиться от жадности, от желания все, что только возможно присваивать себе, вот тебе раз в семь лет колоссальное, колоссальное, великолепное упражнение. То деревья, которые ты насадил, которые ты поливал их водой и собственным потом, и ты их обрезал, и ты их огораживал, и ты их удобрял, и ты их опрыскивал, и ты их… И вот они дают тебе свой урожай, не тебе. Поделись с ним. Можешь есть этот урожай, да, но не забирай его себе. Все остальные тоже могут есть. Вот это вот лекарство против человеческой жадности. И, наконец, последнее объяснение. До сих пор мы говорили об объяснениях, в общем-то, которые лежат на поверхности. А вот сейчас мы немножечко зайдем вглубь. И это объяснение, которое дает автор Сфаты Мэйд. О создании человека сказано. Байка Хашем и Нуким – это Адам. Ваяни хеу бэганэдэн бэавда бэлэшамра. И взял Бог человека и поместил его в Эденский сад для того, чтобы обрабатывать его и охранять его. И поскольку это очень странно. А Эденский сад нужно было обрабатывать. Всевышний засадил его со всякими деревьями. А что, Адам должен был окучивать, поливать, удобрять, сорняки полоть, опрыскивать, гусениц уничтожать. Это то, чем он должен был заниматься в Эденском саду. А что в конце написано? Вэлэшамра и охранять его. От кого охранять? Он же должен был с дробовиком обходить его по периметру и смотреть, чтобы никто не крал яблок из этого сада. А кто мог красть? Он был единственным человеком, который был на земле. От кого надо было его охранять? Поэтому в книге Зор сказано. Обрабатывать имеется в виду заповедями повелительными. Охранять имеется в виду заповеди запрещающие. То есть, исполняя повелительные заповеди, человек создает нечто новое, подобно тому, как человек, который обрабатывает землю, он приводит к тому, что созревает урожай. Каждая заповедь, исполняемая человеком, она создает некоторую новую духовную реальность. А запреты предназначены для другой цели. Это шмира, это именно охрана для того, чтобы не испортилась, для того, чтобы не было здесь порчи. И вот именно об этом сказано здесь. Человек помещен был в Эдонский сад не для того, чтобы работать, не для того, чтобы его пропалывать, не для того, чтобы его удобрять, поливать и так далее. Вообще он жил там на всем готовом, как говорит Медраж, ангелы жарили ему мясо, процеживали ему вино, полный пансион. Стало быть, но это не значит, что он был помещен туда, как человек, который едет на отдых на полный пансион, чтобы отдыхать. Безусловно, человек был рожден для труда, но для труда духовного, для познания, для совершения заповедей повелительных и для соблюдения запретов. Он должен был своей этой духовной работой довести творение до конечной точки. Но случилось то, что случилось. Адам согрешил, съел запретный плод и был изгнан из Эдонского сада. И когда он был изгнан из Эдонского сада, то эти два требования на Авда в Лешабра, обрабатывать, работать и охранять, они превратились в требования материального. Теперь Безаат Апеха Тухалехен. Одно из проклятий, которое получил Адам, в поте лица своего будешь есть хлеб. Отныне, для того, чтобы получить хотя бы кусок хлеба, ему придется, человеку придется работать и тяжело работать. Придется пахать, придется сеять, придется снимать урожай, придется охранять и от разбойников, и от бандитов, и от зверей. Все это теперь носит совершенно другой характер. То есть работа человека для того, чтобы найти себе кусок хлеба, для того, чтобы добыть себе пропитание, это результат проклятия, результат первого греха человека. Но вместе с тем, даже будучи изгнанным из Эдонского сада, даже потеряв свое первоначальное состояние, в котором работа духовная заменилась у человека на работу материальную, при всем при том, человек не потерял той самой высоты изначальной, которая у него была. В жизни его время от времени к этому возвращает. То есть человек даже, он изгнан из Эдонского сада. Но идеал Эдонского сада, из которого его изгнали, и в который он должен возвратиться, он должен быть у человека перед глазами. Что напоминает ему об этом идеале? Та же самая суббота. Суббота, в которую человек прекращает всю свою работу. И седьмой год. Седьмой год шмита, в которую человек бросает плуг, в которую человек... А чем будет заниматься человек на протяжении всего года, если он не сеет, не пажет и не сеет, не снимает урожай? Духовная работа. Учиться. Постигать. Средоточиться на исполнении заповедей. Вот что будет наполнять его жизнь. Седьмой год. Таким образом, эта заповедь должна напомнить человеку, откуда он пришел, чтобы он не забыл. Есть такая замечательная притча, которую эту мысль выражает. И по поводу субботы, и по поводу субботнего года. Жил, жили-были царь с царицей. И у них был сын, принц. Принц этот был избалованный. Настолько избалованный, что он питался только той пищей, которую готовила его царица-мать. И не всей пищей, и не все, что откварило его царицей-матью готов был есть, а ел он только пироги. Пироги, которые пекла ее величество царица. Королева лучше, скажем так, чем царица. И вот как-то вся королевская семья отправилась на прогулку. В лесу принц отошел от всех. Не заметил, как он отдалился от всей свиты. А когда заметил, он увидел, что он надел в лесу. Попытался вернуться, найти всех. Но чем дальше он шел по лесу, тем больше понимал, что он, очевидно, заблудился. Кричал, звал себе на помощь, ничего не помогая. Заблудился. Что делать? На ночь он остался ночевать в лесу. Было страшно, было холодно. Выхода не было. Утром он попытался продолжить свой путь. Шел по лесу, шел долго. И взорвал всю свою одежду, в которой он ходил в королевском дворце. И смазался. Ссадины, царапины. Рваная одежда. В таком виде он, наконец-то, вышел на опушку. С опушки он увидел дорогу. Побежал к дороге. Мимо ехал крестьянин на телеге. Он остановил его и попросил, чтобы крестьянин доставил его в королевский дворец. Зачем тебе в королевский дворец? Спросил крестьянин. Как зачем? Я принц, я живу там. Крестьянин посмотрел на его рваную одежду, на его чумазое лицо. Он сказал, ты принц? Ну-ну. Стегнул свою лошадь и уехал. И так все попытки нашего принца найти дорогу домой кончились ничем. Никто не верил ему, что он принц. Шел он из одного места в другое, пока, наконец, не пришел в какую-то деревню. И там тоже довольно уже вяло голосом человека, который сам не очень верит в то, что он говорил, спросил, не знает ли кто, как ему добраться до королевского дворца. Когда его спросили, зачем ему, то уж совсем уже совсем неуверенным голосом сказал, что он принц. А один из крестьян, вместо того, чтобы посмеяться над ним сказал, ты парень голодный, наверное, если хочешь поесть, вот тебе работа, вот телега, смажь у нее колеса, я тебе хлеба дам поесть. Так принц остался в этой деревне. Он подрабатывал, помогал, как мог, учился крестьянским ремеслам, учился крестьянской жизни. Люди его подкармливали, помогали. В конечном итоге он и сам как-то уже стал устраиваться. А тем временем король и королева не находили себе места. Потеряли любимого сына, потеряли принца. Но не знали, как его искать. Просто так объезжать и всюду высматривать принца. Ведь, может быть, он, попади, зная, в лесу, он, может быть, упал головой или стукнулся обо что-нибудь, может, ему вообще память-то отшибло, может быть, он уже даже и не помнит, что он принц. Как же быть? Как его искать? Много времени уже прошло, и все поиски ни к чему не провели. И тогда один из советников короля подал ему следующую идею. Ведь принц был настолько избалованным, что он ел только пироги, которые пекла ее величество. Так вот, я и предлагаю обойти, объехать всю страну и заставить каждого из ее жителей отведать королевских пирогов. Потому что я надеюсь, что когда парень съест этого пирога, то вкус этого пирога напомнит ему, кто он и что. И вот так вот стали разъезжаться, разъезжать по всей стране гонцы короля, требуя от всех, чтобы попробовали королевских пирогов. Доехали они и до той самой деревни, где находился принц. А он уже в это время окончательно понял, что никакой он не принц, да и никакого дворца-то не было. Все это ему попросту приснилось. Ведь если люди все не верят, что ему принц, не может быть так, что все ошибаются, а он один прав. Скорее всего, это приснилось. И занялся он крестьянской работой, старался работать, как все. Уже думал прикупить себе небольшой домик. И вот приезжают гонцы, трубач трубит. Герольф объявляет, что именем короля все обязаны попробовать королевских пирогов. Ну, люди пошли на площадь, стали в очередь, каждый получал кусок пирога. А наш с вами принц, он уже серьезный парень, он уже занят, ему уже нет времени на такие глупости. Но его стали звать, что ты на минуту подойди, работа, работа не волк, успеев. А так, кусок пирога на халяву же, почему же нет. Послушался их принц, встал в очередь, как все, получил кусок пирога, откусил, стал жевать. И вдруг стал чувствовать, что этот вкус, он откуда-то, он ему знаком. Но не может вспомнить, почему, что. Когда вдруг, наконец, он понял, не понял, а ощутил. И тогда он закричал, я принц, увезите меня отсюда. Царским послам только этого и надо было, схватили его за руки в карету и скорее во дворец. Так суббота и субботний год напоминают человеку, кто он и что он. Напоминают, откуда он ушел. Напоминают, что не вся его жизнь, это поле, не вся его жизнь, навоз, который нужно вывозить на поле, не вся его жизнь постоянная гонка за куском хлеба, за заработком, не всю свою жизнь ему крутится, как белка в колесе за кусок хлеба. Он ушел из Эденского сада. И туда он должен вернуться. И чтобы не забыть, откуда он ушел, для этого есть вот этот самый пирог. Это суббота с ее вкусом и это седьмой год, которые напоминают нам, какая на самом деле работа для нас предназначена, для чего Всевышний поместил нас в Эденский сад, для того, чтобы лавдавал и шамрад, для того, чтобы обрабатывать, для того, чтобы ее охранять. Заповедями Асе, заповедями Лота Асе. Это настоящее призвание человека. И об этом идеале, к которому мы обязательно должны вернуться, о нем он никогда не должен забывать. Продолжение следует...